Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. И единственный обзор, где действительно не врут. Сегодня у меня, как вы уже заметили, в руках очень интересный и качественный среднебюджетник 2022 года Galaxy A33. Я думаю, что он будет лучшим во всей линейке. У него на борту есть качественная камера с оптической стабилизацией на 48 мегапикселей. Здесь же стоит широкоугольная камера, здесь же время пролетное и даже имеется макрокамера. Жаль, что без автофокуса, но в целом она нормальная. Селфи-камера на 13 мегапикселей тоже без автофокуса, но дает вполне себе нормальные результаты. Смартфон имеет аккумулятор на 5000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку на 25 Вт, который, к сожалению, нет в комплекте. Сюда для геймеров поставили качественный стереозвук и AMOLED-дисплей, у которого есть шим. Замеры покажу чуть позднее, терпите. Прямо сейчас поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Мы начинаем! Кто там сверлит, мешает мне снимать обзор? Вы правильно сделали, что остались. У меня самый достойный и самый интересный среднебюджетный смартфон этого года Galaxy A33. В нем огромное количество плюсов и малое количество минусов. Расскажу обо всем позднее, после распаковки. У меня Galaxy A33, младшая версия линейки A от Samsung. И, конечно, она, наверное, будет лучше продаваться. Вы спросите, откуда у меня этот Samsung? А это псевдо-ростест. Его прислали из Казахстана. Не важно, что нас заблокировали в других странах, мы все равно пользуемся этими устройствами. Ведь мы русские. 128 и 6 на борту, между прочим. Это круто. То есть 128 постоянной памяти достаточно, на мой взгляд. А 6 оперативки, это прям как во флагманах многих смартфонов. Этот и другие смартфоны мне предоставил магазин Caslo.ru, который находится в Санкт-Петербурге, но торгует по всей России. Заказав там смартфон, не забудьте сообщить, что вы из честного обзора и получить за это хороший подарок. Кстати, вот интересное название Caslo.ru. Как вы думаете, что означает Caslo? Свои версии напишите в комментариях. Не то, что к Xiaomi, да? Накидает туда и зарядных устройств, и чехлов. То ли дело Samsung, ничего лишнего. Ни тебе зарядника, ни тебе силиконового чехла, ни тебе защиты на дисплее. В коробке нет зарядного устройства, это уже становится нормой для Samsung. Жадная политика, так я это называю. Ну смотри-ка, шнуры положили. Уже хорошо, спасибо, потому что эти шнуры летят как здрасте. Раз в полгода надо менять. А качественный шнур денег стоит. Емкость аккумулятора 5000 мАч. Его хватает на один день, хотя производитель заявляет, что будет хватать на два дня. Я в эти сказки не верю и вам не советую. Один день стабильной работы обеспечены. Кроме того, здесь, к сожалению, в комплекте вообще нет зарядного устройства. Но поддержка 25 Вт, это тоже хорошо. Можно докупить или использовать старый. Здесь нет беспроводной зарядки. Это меня немножко расстроило, но это средний бюджетник, в них никогда не бывает. Перед вами вся комплектация смартфона Galaxy A33. Galaxy A33 по дизайну совершенная копия Galaxy A53. То есть внутренности только отличаются. Железо там посерьезнее будет и камера, и все. Понятное дело. Но зато, обратите внимание, какого качества здесь пластик. Да, он классный, прямо такой веселенький. В любом случае носить придется в чехле. Грани здесь также пластиковые, но они сделаны под металл. Стекляшка Gorilla Glass 5, противоударная и защита от воды и пыли IP67. Это ли не круто для среднебюджетника? Аккуратненько вскрываем его за язычок. По дизайну он вообще на самом деле похож на A53. Смотрите, вот эта округлая форма камеры. Соответственно, ну что, здесь мне очень нравится вообще весь дизайн, даже цвет. Выглядит прекрасно. На борту смартфона имеются вообще все камеры, больше, наверное, маркетинговый ход. Основная камера на 48 мегапикселей, она, конечно, лучшая. Она имеет оптическую стабилизацию и лучше всех справляется со всеми задачами. Здесь есть также широкоугольная камера на 8 мегапикселей. В ночи ее не используйте, кашеобразная фигня получается. Что на фото, что на видео. Поставили даже макрокамеру на 5 мегапикселей. Между прочим, выдает отличные цвета, но нет автофокуса. Трудно понять, ты уже сфокусировался на букашке или еще нет. Ну и, конечно, время пролетная камера, которая помогает искусственному интеллекту сделать размытие сзади, как у меня сейчас, да, то есть эффект боке. Только я сейчас это делаю при помощи оптики, а здесь это цифровой способ. Селфи-камера имеет разрешение 13 мегапикселей, при этом в ней нет автофокуса, а стабилизация только цифровая. Поэтому основной и самой хорошей камерой считается основная. Причем смартфон по материалам выглядит как премиальный. Если вы возьмете его и пойдете с ним навстречу деловой, все будут думать, какой у вас красивый смартфон. Но сзади, как вы понимаете, это пластик, а по бокам это, соответственно, не металл, тоже пластик, сделанный под металл. Верхний торец у нас содержит слот для сим-карты и микрофон для стереозвука и подавления шумов. На нижнем торце основной микрофон, USB Type-C и мультимедийный динамик его решетка. У смартфона стоит стереозвук высокого качества, несмотря на то, что это полторашка, то есть здесь, с одной стороны, полноценный динамик, а с другой стороны, его заменяет тот, который является разговорным. Я называю это полторашка, потому что, ну, здесь нет нормального стерео, как бы. Но при этом они его сбалансировали, то есть звук сочный, качественный, особенно для такого ценника смартфона. Ребят, послушайте стереозвук. Он хороший, громкий и сочный. 33-я модель бюджетная, все нормально. И левый, и правый звучат приблизительно одинаково. То есть разница в глаза, в уши не бросается. А вот что касаемо вибрации, то все три смартфона серии А в этом году имеют самую отвратительную вибрацию, которую я помню за всю историю. Ну, это просто как будто 2012 года, первые вот эти вибромоторчики. На левом торце вообще ничего нет, просто пустая поверхность, функциональности нет. Соответственно, правый торец содержит стандартные кнопки. Это качели громкости и кнопка включения-выключения. Лицевая сторона у нас имеет здоровенный подбородок, он как бы подчеркивает бюджетность смартфона. Сверху также есть большая толстая рамка и по бокам они тоже не маленькие. Наверху у нас каплевидная селфи-камера. Видно, что не наклеена пленка защиты, к сожалению. Как всегда, недолго думая, залезем с вами в сим-лоток и посмотрим на его возможности. Опять же стоит гибридная штука, либо две сим-карты, либо симка и флешка. На борту у А33 есть два варианта оперативной памяти, либо 6, либо 8 гигабайт LPDDR4X. Я рекомендую покупать восьмерку, где-то может быть это повлияет на процессы. Может быть он тормозить дольше не начнет. Что касаемо постоянной памяти, ее вполне достаточно. Либо 128, либо 256. UFS 2.2. При этом вы можете расширять память флешкой аж до 1 терабайта. По дизайну 33-й, это копия 53-го, даже размер одинаковый. Ну и 73-й чуть побольше, а вот лицевая сторона немного отличается камерами. Кстати, а давайте я в следующем обзоре сделаю сравнительный шим-тест всех смартфонов. Договорились? Только вам нужно поставить колокольчик, чтобы не пропустить. Основные плюсы данного смартфона. Вода защита IP67, хороший аккумулятор на 5000. Есть также быстрая зарядка на 25 Вт. Великолепного качества стереозвук. Dolby Atmos, если вам хочется сделать его более сочным. Недостатки. Это отсутствие 3,5 мм разъема для наушников. Мне бы хотелось его иметь. Здесь почему-то не работает Dolby Son. Здесь почему-то нет беспроводной зарядки. Да понятно почему, это же средний бюджетник. В целом, на этом недостатки заканчиваются. У 33-го смартфона очень хорошая плавность прошивки. А почему? Да потому что здесь есть возможность обновления дисплея, как бы вы думали, на 120 Гц или на 90. Вот делайте ставки, пока я открываю. 90 Гц. Этого достаточно, чтобы получить хорошую интересную картинку. Причем частота адаптивная? Нет. Она постоянная. Либо 90, либо 60 для экономии. Дает ли нам хоть что-то, а частота обновления в 90 Гц дисплея? Да, прошивка очень плавная, приятная. Гораздо лучше, чем устаревшие 60. Чуть не забыл, если вам хочется смотреть обзоры гораздо чаще, в закладке «Сообщество» здесь же на канале Илья Горячев, мой соавтор, делает текстовые обзоры, которые по-своему также интересны. Рекомендую ознакомиться. Теперь давайте посмотрим меню верхней шторки младшей модели. Абсолютно все классически. Здесь имеется раздача, Wi-Fi, она же точка доступа, запись экрана. Перематываем сюда. Режим затемнения. Smart View. Трансляции на современный телевизор. Ну и соответственно, также можно сюда добавить. Помимо NFC, который так всем сегодня нужен, здесь стоит Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB 2. Ну, ориентируйтесь, если, то вы поймете, о чем это. Дисплей очень качественный и яркий. Full HD+, его разрешение. Сверху стекло Gorilla Glass 5. Противоударная. Частота обновления 90 Гц. А теперь шим-тесты, друзья. Теперь произведем замеры шим на белом фоне. Я поставил среднюю яркость и сейчас прикладываю к белому фону, чтобы посмотреть, какой здесь шим. 28%. Это не самый огромный, который я видел, честно скажу. То есть, бывает хуже. Ставим поменьше. Обычно вот в темноте где-то так мы используем. Это процентов 30. И проверяем, какой шим сейчас. Да, шим уже зашкаливает. 60% это очень много на самом деле. Это неприятно. Это глаза будут уставать. Ставим еще ниже. Представим, что мы в темной комнате и хотим посидеть перед тем, как лечь спать в смартфоне. Проверить сообщения. Здесь шим 78%. Это очень не круто. Уводим на ноль. И это когда совсем темно. Глазки устали. Мы хотим спать. 17%. Ну, на ноль ставьте. В общем, вначале более-менее экономить зрение будете. Итак, вернулся на средние показатели, которые обычно все используют, чтобы дисплей не выгорал. Если у вас нет денег прямо сейчас купить этот смартфон, а очень уж хочется, воспользуйтесь кредитной картой Альфа-банка по ссылке в описании. За то, что вы ее закажете и откроете, вам на счет попадут тысячи рублей. Единственное, не рекомендую подсаживаться на кредитную иглу. Вот если вы уверены, что через 3 месяца у вас зарплата, и вы закроете этот долг без процентов, а там 3 месяца без процентов можно пользоваться, тогда да, а так не рекомендую. И попробуем добавить яркости для того, чтобы избавиться хотя бы частично от ШИМ. Обычно чем больше яркости, тем меньше ШИМ. Такова технология. Смотрим. И да, действительно 28%. Короче, рекомендую пользоваться вот примерно такой яркостью. Если добавить еще, уже начинается выгорание дисплея, но непродолжительное использование на улице, ничего страшного. 29%. Да ничего не поменялось. Так, ставим еще больше. Проверяем, где же ШИМ-то пропадать начнет у нас. 29%. Вообще не меняется. Ставим на максималку тогда уж. Чего уж тянуть резину. То же самое. То есть ШИМ не меняется выше середины. Короче говоря, самое, наверное, оптимальное решение поставить чуть выше среднего. Тогда ШИМ будет минимальный для этого смартфона. И будет составлять 28%. Это относительно приемлемо. Чтобы снизить нагрузку от ШИМ на ваши глаза, используйте темную тему, а также фильтр синего. Ну, там называется комфорт для глаз. Как-то так называется опция. Короче, включается фильтр, который обрезает синий свет. Он также бьет по глазам и еще больше утомляет их. И еще. Добавляйте яркость чуть выше 50%. То есть 60% ШИМ становится несколько меньше. Ну, там процентов даже на 10-15 меньше становится. А это важно, когда вы в долгую пользуетесь смартфоном. Предлагаю также заглянуть в настройки камеры. Здесь же сейчас все блогеры поголовные. Так, у нас есть фотография, портрет, веселый какой-то там. Ну, всякие придумки. Это все неинтересно. И максимальные возможности. Вот макросъемочный объектив есть. Еда, красивая штука от Samsung. Ну, и режим Pro, когда все вручную настраивается. Самое интересное, это то, какие мы возможности разрешения имеем для видеозаписи. Открываем эту штуку. И вот вам все возможности. Максимальная это Ultra HD 30 кадров в секунду. При этом на Ultra HD 30 FPS мы не можем добавить цифровую стабилизацию видео для основной камеры. Давайте попробуем переставить на Full HD 60 FPS. И здесь тоже стабилизация, как видите, не включается. Ставим на Full HD 30 FPS и посмотрим. И да, здесь картинка может быть стабилизирована гибридным способом. То есть, если есть оптическая, то добавляется цифровая кропающая картинку. Что касаемо селфи-камеры. У нее свои настройки. Переключаемся. Здесь максимальная возможность Ultra HD 30 FPS. Относительно стабилизации Ultra HD 30 FPS не имеет ее. То есть, мы включить не можем. Поэтому, для того, чтобы получать нормальную картинку, где-либо, ставим Full HD 30 FPS. И чего мы получаем? Здесь у нас есть, конечно, стабилизация цифровая. Но она кропает. То есть, вот так приближает. И вы становитесь сильно крупнее. Теперь давайте поговорим про камеры. С одной стороны, камеры хорошие. С другой стороны, у нас стабилизация только на Full HD 30 FPS. Но зато есть оптическая стабилизация. Короче говоря, если вы отключаете цифровую, оптическая продолжает немного сглаживать картинку. Когда они вместе, это называют гибридной стабилизацией, происходит гораздо более крутой результат. Что касаемо теста камеры в ночи. Вы сами видите, какие кашеобразные фотографии получаются в ночи. Как ты не старайся. Каша и все. Особенно портретный режим. Поэтому ночной режим используйте, но очень аккуратно. Фотографируя, не трясите камеру. Там выдержка большая. Все, разлетается картинка. Но даже если вы будете не трясти, все равно качество не прям супер. Вот ночные тесты прям вот показывают, как есть на самом деле. Так смотрится костер на Full HD 30 FPS. Так смотрится костер на Full HD 60 FPS. Ultra HD 30 кадров в секунду. Достаточно пасмурная погода. Я иду, чтобы вы смотрели, как работает стабилизация. На Ultra HD стабилизация не работала. На Full HD 60 FPS она также продолжает качественно не работать. А вот на Full HD 30 FPS стабилизация включилась. Вы видите ее? Чувствуете? Я иду. Она, да, что-то делает. Цифровая стабилизация. Причем я могу переключаться во время записи без паузы. На двоечку, кроп, цифровой и на широкоугольную камеру, чтобы вместилось что-то большое. Ну как вам? Если нравится, напишите в комментариях. Обратите внимание, стабилизация для селфи-камеры работает на Full HD 30 FPS. Не особо кропает меня, согласитесь. Я помещаюсь нормально. Я специально снимаю всегда без селфи-палки. А здесь оператор честного обзора с зарплатой на минуточку 220 тысяч рублей. Съемка Full HD 30 кадров в секунду. Двойной кроп, цифровой, в общем-то, получается достаточно ярко. И кашеобразно при этом, к сожалению. Друзья, моя ночная съемка Full HD 30 кадров в секунду вывозит достаточно неплохо. Я бы сказал, что картинка красивая. А теперь съемка Full HD 60 FPS, которая, кстати, посмотрите, хорошо показывает себя. Удивительно. Это значит, что светосила у данной камеры очень приличная. Попробуем направить ее в более темное место, чем сейчас. Ну, например, вон в тот дом. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. Я не вижу шумов, а они должны быть. И теперь максимальная возможность 4K 30 FPS. И вы посмотрите, очень неплохие результаты. Я даже удивлен. Я ожидал от бюджетника гораздо более скромных показателей. Очень красивая картиночка. Прекрасный самолетик в ночи. Ultra HD это 4K для тех, кто не понимает. Сейчас я попробую кропнуть вот как-то так руками. Ну что, в принципе, качество особо не теряется. Я думаю, вы оценили. А вот теперь селфи-камера. Совсем другая картина. Ultra HD 30 FPS. Причем есть возможность снимать Ultra HD 30 FPS, Full HD 30 FPS и просто HD 30 FPS. Сплошное 30 FPS. А где 60? Если можно 4K 30, значит, наверное, можно Full HD 60. Нет, почему-то не сделали. А я вам отвечу. Потому что эта камера менее светосильная. И тогда бы все ее косяки стали видны. Вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Процессор на борту Exynos 1280 по технологии 5 нанометров. Максимальная частота 2,4 гигагерца. Показывает он себя хорошо. Троттлинг тест вы видите прямо сейчас перед собой. Он очень удачный. На мой взгляд, практически до 80% очень редко проседает. В основном работает по факту на полную мощность. Что касаемо графики, за нее здесь отвечает Mali G68. Я загрузил прекрасную, всеми любимую игру Genshin Impact на 33. Прикиньте, она здесь идет неплохо. Самое интересное, что я тестировал Ultra, да? Samsung. Она там хуже шла из-за того, что в них встроили новый экспериментальный AMD графический чип. Здесь на 33А, то есть это бюджетная серия, игра идет лучше, она меньше тормозит. Удивительная история в этом году происходит. В Samsung вы делаете что-то невообразимое, честное слово. Короче, за Genshin Impact по частоте кадров это 24. Это можно играть, ну если прям хочется. Но понятное дело, что максимальных настроек здесь вы не получите. Но играть-то можно же. Удивительно, но данный смартфон тянет игры лучше, чем Galaxy S22 Ultra, который я уже тестировал. Посмотрите на канале, удивитесь. Тот же Genshin Impact там тормозит, а здесь не так уж и тормозит. Просто идет на низких настройках и все. Связано это с тем, что у Ultra стоит новый AMD-шный видеочип, который нифига не оптимизирован под новые игры. Ну я человек уже понимающий. Я поставил максимальную графику, которую позволяет мне данный смартфон. Вы сами все видите и сейчас запустим игру. Мы летим на самолетике и здесь всегда, если смартфон тормозной, то и самолет вообще тормозит. Но здесь нет. Спокойно 24 фпс воспроизводится. Тридцатки здесь нет. Частота обновления дисплея 90 герц. Прыгаем, смотрим, что на карте. Итак, смотрим, как у нас по карте идет перемещение. Ну я могу сказать, что очень плавно. Смотрите, я вот так делаю и ничего не тормозит. Фризит, не фризит, просто частота кадров сниженная. Но она небольшая, 24, но она зато не дергается ничего. То есть я считаю, что можно ставить зачет игре, можно играть. Но уже наши зрители, когда они поиграют подольше, скажут, как там обстоят дела в дальнейшем. То есть когда 30 минут играешь, процессор троттлит. Насколько он проседает? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не люблю играть, извините. Я так показал и все. Очень хороший стереоэффект. Пикселей особо не видно, нормально идет. Ну как бы для 33, для бюджетника это шикарное качество. Если вы увидели фризы во время игры, которых я не заметил. Я же снимаю процесс, да? Я еще отвлечен немножко. Напишите обязательно. Я фризы, а вот они, вот они проседания. Ну это не фризы, это проседания по частоте кадров совсем разные. Короче. С 24 проседает до 18. Асфальт идет, получается, на самых минимальных параметрах. Играть можно, но это можно назвать слайд-шоу. Подводя итоги, могу сказать, что из всех трех моделей линейки А3373 или А53, я бы порекомендовал вам покупать 33, потому что здесь меньший уровень шим. И по сути, не настолько сильно он проседает на фоне остальных. По камерам при дневном свете нормально там и там. Ну, касаемо съемки, если вы прямо занимаетесь блогерством, и вам нужны эти 60 фпс, то, конечно, лучше использовать 53 и 73. Но здесь, опять же, цена-качество прямо вот идеальненько. Я думаю, что это будет топчик смартфон в ближайший, наверное, год. На сегодня это все. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, да еще и нажмите колокольчик, чтобы сделать мне приятно. Ну и ждите следующих обзоров, где я сравню троттлинг-тест, шим-тест и вообще все остальные характеристики всей линейки А этого года. Смотрите, не останавливайтесь прямо сейчас. Меня зовут Евгений Донец, всем пока. Честный обзор на канале YouTube Жека вам расскажет про айфон и утек Все без лишнего, ты напрягите свой взор Евгений Донец, Честный обзор Ха!